Приветствую вас и, пожалуй, начать стоит с того, что сразу оговорился решать, намекнуть ли молодому человеку о том, что вы подумали. Значит, намекнуть молодому человеку на эту ситуацию, намекать ли ему решать вам. Мы в этом случае вам подсказать ничего не сможем, потому что мы не решаем за человека, что ему делать. Но дать вам небольшой взгляд на ситуацию, помочь вам посмотреть на нее немножко с другой стороны, я думаю, вполне возможно. Вы начали с того, что сказали такую вещь, что у отчего молодого человека очень секретная работа. И как молодой человек сказал вам, как я понял, он сказал это вам, что они знают только наши самые близкие люди. То есть люди, по сути дела, которые по мнению молодого человека заслуживают доверия. Вы, давайте будем здесь откровенны, вы по какой-то причине подумали, что он имеет в виду вас. По какой-то причине вы решили, что молодой человек, говоря о том, что о его профессии знает только он и все. И все. О том, что о его профессии знают только близкие люди. Значит, вы подумали, что он говорит исключительно только о вас. И в этом и заключается ваша ошибка. Дело в том, что молодой человек, он говорил не только о вас, а о еще некоторых людях. Так вот, эти самые некоторые люди вполне может быть и являются теми, кто отдыхал вместе с вами. То есть молодой человек, по сути дела, ничего не сказал и не совершил такого, что как-то бы вас, например, унизило, как-то бы вас, например, задело, допустим, и так далее. Почему? Давайте попробуем с вами этот момент пояснить. Да? Почему? Потому что, да, он вами определенно дорожит. Это так. Это правда. Но, почему вы считаете, что знать о том, что, например, ну, что он делает, знать об этом, должны, точнее, только вы. Согласитесь, это не совсем, ну, правильно, не совсем адекватно в данном случае. Потому что молодой человек может еще кому-то рассказать о том, что он делал. И это нормально. Вот я не знаю только, как бы, ну, считаете ли вы это нормальным. Но объективно, объективно, это нормально. И если вы, я просто хочу, чтобы вы отдавали себе отсчет в, знаете, в чем, в последствиях, в последствиях того, что вы собираетесь сделать. Если вы скажете молодому человеку своему об этой ситуации, вы вполне вероятно зарекомендуете себя как достаточно неуверенного в себе человека. То есть вы для него выступите как неуверенная женщина. И, соответственно, захочет ли молодой человек после этого с вами быть вместе? продолжать быть, ну, продолжать встречаться? Большой вопрос. Потому что вполне вероятно, что мужчина, ну, вот, считает, что вы должны, это мне подсказывает, что он так думает, что вы должны принимать его, ну, таким вот, какой он есть, и, ну, собственно, ничего от него не требовать, да, ничего от него не сдать. Соответственно, либо вы можете вот это ему предоставить, либо нет. К сожалению, нет других вариантов в этой ситуации. Просто нет и быть не может. Поэтому я думаю, что подумайте, так ли это вас ущемляет. Вот реально и по факту. Так ли вас ущемляет то, что молодой человек рассказал об этом не только вам, да, но и кому-то еще? Так ли вас это задевает? Так ли вас это, ну, действительно обесценивает? И когда вы для себя эти моменты решите, когда вы все-таки вот определите, да, для себя все-таки, если скажете, да, меня это обесценивает, да, я не хочу так, я хочу, там, допустим, ну, хочу, чтобы все было по-другому, вот. То, соответственно, это, опять же, ваше право, и если вас подобно не устраивает, то есть не устраивает, как мужчина себя с вами ведет, да, например, ну, тогда у вас по сути дела нету выбора, кроме как, кроме как только-только лишь ему сказать об этом, да, сказать о том, что вас беспокоит. Но еще раз прошу подумать об этом как следует, потому что вы можете мужчину потеряться, вы можете молодого человека этим оттолкнуть, и если вы его оттолкнете, то вероятность того, что он вновь будет с вами, например, достаточно мало. И вот, чтобы этого не было, все-таки подумайте как можно лучше о том, что стоит ли все-таки делать вот то, что вы хотите. Потому что формально, формально, вот, исходя из того, что вы нам рассказали, да, формально, получается так, что вы просто молодого человека поняли через чур буквально, вы поняли его через чур буквально в том плане, что он по вашему мнению доверять должен, ну, только вам. И по сути дела все. То есть больше никому, да, только вам и все. Это довольно-таки, я бы сказал, эгоцентрический подход, эгоцентрическая позиция, понимаете. Вот. А если вам все-таки хочется, чтобы молодой человек был с вами, чтобы он вас любил, чтобы он вас ценил, чтобы вы, ну, чтобы у вас с ним все было хорошо, то я рекомендую вам, вот, я вам все-таки рекомендую, значит, не обострять ситуацию. Ибо пока, пока, по моему мнению, ничего плохого не произошло. Пока что, ничего плохого не случилось. Да, вам неприятно, я это понимаю, но если разобраться с тем, что именно вам неприятно, то я думаю, ситуация несколько, ну, станет несколько другой, да. То есть, если разобраться с тем, что именно вам не нравится, вот, то я думаю, что вы легко придете к тому мнению, что молодой человек просто-напросто, скорее всего, даже не догадывается о том, что вас не устраивает, что вас не устраивает и задевает какие-то вещи, касающиеся его работы. Вот. Вы можете просто-напросто спросить у него о том, каким людям он доверяет. Вот. Вот. Это вопрос будет куда более актуальный, куда более правильный и куда более такой, знаете, с подковыркой. Вот. И об этом уже можно разговаривать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Надеваю вам всего самого доброго и удачи!